Добровольные узники, полсотни горняков урановой шахты возле Кропивницкого отказались подниматься на поверхность. Шахтёры уже почти сутки находятся под землёй. Руководству пришлось спуститься к ним на переговоры. Удалось ли им услышать друг друга, выясняла Елена Брынза. Это проходная шахты Ингульская, что под Кропивницким. Сегодня утром с полсотни шахтёров после смены не поднялись на поверхность. Они объявили забастовку. Требуют увеличения зарплаты. Мы хотели решить это всё мирным путём. Но мирным путём не вышло. С весны горняки просят руководство повысить им зарплаты. В ответ одни обещания. Поэтому и решились на блокаду. На сегодняшний день нам не выплачивают премию. Наши требования нам не делают никаких повышений. Наши требования, чтобы нам подняли заработную плату на 50% с октября месяца. И на март месяц ещё на 50%. Чтобы у нас в общем составило 100%. Игорь Панин на этой шахте работает подрывником уже 17 лет. Рассказывает в среднем. Горняки здесь получают по 5-6 тысяч гривен. При нынешних ценах на эти деньги не прожить. Ещё когда наши шахтёрские зарплаты были немного выше городских, мы как-то с этим мирились. Но сейчас уже в городе получают больше зарплаты, чем шахтёры-уранщики. Уже дальше терпеть нам некуда. Разговаривали с руководством комбината. Оно нам никаких гарантий повышения не даёт. Говорит, нагните спины, идите дальше работайте. Поддержать бастующих шахтёров пришли их родственники. Они уверяют, про забастовку узнали только когда родные не вернулись со смены. У меня муж в том месяце получил 2 тысячи, потому что не было плана. Он говорит, я расчётку получила. Я говорю, где она? Я её посмотрела. Я говорю, ну не расстраивайся. Я говорю, как-то проживём. Он говорит, я не печенье перебираю в шахте. Я работаю. Урановая шахта Ингульская самая крупная в Украине. Она входит в структуру государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат». Руководство шахты уже встретилось с забастовщиками. Но результаты переговоров пока неизвестны. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал «Интер» Кропивницкий.